Во время любого православного поста запрещено венчание и интимное отношение между супругами. Запрещено употреблять алкоголь и продукты животного происхождения. Мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр. Во время рождественского поста в понедельник, среду и пятницу запрещаются рыба и вино. Рыба во время рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни, и церковные праздники, или в дни великих святых, если эти дни выпадают на вторник и четверг. В остальные дни разрешено принимать пищу с растительным маслом. Последний день рождественского поста, 6 декабря, называется сочельником. В этот день сохраняется обычай «ничего не есть до первой вечерней звезды». Людям, нуждающимся в особом режиме питания, можно соблюдать посты не со всей строгостью. Есть послабление для немощных, больных. Послабление есть для детей, которые учатся в школах, в институтах. Даже для семинаристов, которые в семинарии учатся, для них тоже есть послабление и поста, потому что умственные нагрузки невозможно переносить без подкрепления в пище. Многие люди не совсем понимают, для чего вообще существует пост. Для некоторых соблюдение поста является просто традицией или диетой. Пост – это прежде всего добровольная жертва Богу, духовное приближение к нему, борьба с грехом через воздержание от пищи. Свидетель Иоанн Златоуст писал, «Пост – это лекарство, но даже самое полезное лекарство становится бесполезным, если больной не знает, как его употреблять. Поэтому в дни поста христианин должен больше времени уделять общению с Богом». Пост – воздержание без молитвы – это не пост. И поэтому обязательно во время поста православный христианин усиливает молитвы. И пост в пище ему в этом помогает. Брать пост можно в любое время. По сути, даже отказ от одного приема пищи является постом. Святые отцы говорили, что молитву постящегося Бог принимает вне очереди. Поэтому иногда верующий человек берет пост, если у него есть какая-то неразрешимая проблема. И тем самым он как бы заявляет, «Господи, я отказываюсь от пищи для того, чтобы ты увидел эту проблему и помог мне решить ее». Иисус Христос говорил на горной проповеди, «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно». Пост требует подготовки и постепенности. Поэтому, чтобы во время поста не навредить своему телу или душе, необходимо посоветоваться с опытным духовником, рассказать ему о своем духовном и физическом состоянии.